Всем привет, друзья! Вы смотрите Astro Channel. Грядет пик активности метеорного потока гемениды. Он один из самых крупных в течение года и входит в так называемую «большую тройку» наравне с персидами и квадрантидами. Какие условия сложатся в этом году, как наблюдать и куда смотреть в этом выпуске? Поехали! Не знаю, как у вас, а у меня гемениды, пожалуй, любимый метеорный поток. Нравится даже больше, чем персиды. Близнецы – это красивое созвездие. Рядом всеми любимый Орион, Зимний Млечный Путь, легкий морозец. Иногда нелегкий. Красивые яркие метеоры. Их много. Поток выдает до 150 метеоров в час в максимуме. Скорость метеоров 35 км в секунду. Золотая середина. В общем, поток смотрибельный. Впервые как поток он был идентифицирован в середине 19 века. А в 80-х годах 20 века была уточнена орбита геменид и она практически полностью совпала с астероидом Фаэтон. Была доказана их связь. Именно астероид Фаэтон породил поток гемениды. Это открытие стало первым прецедентом. Ведь до этого в науке была известна только связь комет с метеорными потоками. В 2017 году связь геменид с Фаэтоном я в прямом смысле прочувствовал на себе. Тогда астероид Фаэтон тесно сближался с Землей, а активность геменид заметно возросла. За три часа я лично увидел более 300 метеоров. Это было очень круто. Так что ждать в этом году? В этом году гемениды почти совпадают с полнолунием, а сама Луна будет находиться в созвездии Близнецов, то есть вблизи Радианта. С одной стороны, новичкам, которые еще не знают созвездий, будет просто сориентироваться. В ночь с 13 на 14 декабря, когда ожидается пик активности, если совсем упростить, то где Луна, там и Радиант. На самом деле Радиант чуть выше, у звезды Кастер. Но можно пренебречь этим знаниям. Вблизи Луны смотреть на метеоры бессмысленно, поэтому желательно наблюдать где-то в стороне от Радианта. Например, можно ориентироваться на созвездие Орион, или на созвездие Возничего, или на созвездие Персея. Так как небо будет сильно засвечено Луной, то мы увидим только самые яркие метеоры, поэтому надеяться на феерию в виде 100 метеоров в час не приходится. Если попадется 10-20 за час, уже считайте неплохо. С другой стороны, из-за Луны снижаются требования к качеству неба, можно уже не уезжать далеко из города, потому что от лунной засветки все равно не спастись. Несмотря на Луну, я все же советую наблюдать этот поток, просто потому что он крутой. Его можно наблюдать всю ночь, и он наверняка доставит вам положительные эмоции и подкинет парочку крутых болидов. А на сегодня у меня все. Ясного неба и успешных наблюдений. Если понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пока. Партнер проекта магазин планетарий. Адрес сайта planetarium.ru. Для подписчиков Astro Channel скидка по коду 2019. Ссылка в описании.